30 ноября в Бендерах состоялось собрание и прием граждан по личным вопросам. Депутаты Верховного и Городского Совета, руководители коммунальных служб города, общаясь с бендерчанами, рассмотрели насущные вопросы жителей. Основные вопросы, по которым обращались, это капитальный ремонт, существующие и действующие системы водоподведения и теплоподачи тепла в городе. Но решение этих проблем на сегодняшний день одного алгоритма решения нет, потому что это упирается в финансирование из бюджетных средств. На сегодня это все производится пока из средств за техобслуживание. Так как у нас дефицитный бюджет города Бендер, поэтому это отражается на качестве жизни наших жителей. Некоторые вопросы удалось решить, а многие из них остались без ответа. Я за год решила несколько вопросов по дому. Ну что-то сами, что-то помогали нам, споришь. Юрий Георгиевич с Великановым помогали мне. Ну что-то сами, что-то вот уже теплосеть пошла нам навстречу. Поменяли нам немножко трубы тоже, покрасили даже, что удивительно. Улица Кишиневская, 89-й дом. Мы задавали вопросы по поводу подвала, замены труб и вообще коммуникации. И ничего не сделано до сих пор. И по поводу стены торцевой, там бракованные плиты. Здесь 10 этаж, представьте себе, одна стена бракованной плиты. И как нам быть сейчас? Сейчас начинают черниться стены снаружи, а что творится в квартире-то вообще. И обращались, и в ЖЭК обращались, и к депутату обращались. Вопросы заданы, но ни ответа, ни привета, как говорят. Без ответа. Температура минимальная должна быть в квартире 18, но в квартире доходило до 14, это максимальная температура доходила. И утром я поставил ботинки ребенка, вечером поставил в ванной, и когда утром проснулся, я не мог оторвать их от пола, примерзли к полу. Это просто, да, зимний приют. И как вы думаете, каково купать ребенка в ванной при такой температуре, если примерзли ботинки? Вопросов возникло очень много, поэтому время приема продлили, и депутаты постарались выслушать всех граждан.